Коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева. Я являюсь руководителем проектов 1С, а также исполняю роль консультанта-аналитика на проектах 1С. И сегодня мы будем говорить про документооборот 3.0, документооборот, электронный документооборот. Это те сферы, которые мои чаще всего профессиональные сферы, где я участвую в проектах, постараюсь практически какие-то вещи говорить, постараюсь быть полезной в этот час. Как у нас будет построен с вами вебинар, организационные моменты. Я и спикер, и модератор сегодня на вебинаре, поэтому подключаю вас к вебинару я. Чат также просматриваю я по мере возможности. Также если вы выходите, заходите, там где-то интернет у вас отвалился, переподключаетесь, то тоже вижу, как вы заходите я. Поэтому где-то могу что-то не увидеть, увлечься презентацией и не отследить, как вы зашли и пытаетесь войти. Придется немножко подождать, так что обратите на это внимание и не выходите раньше времени, если я вас сразу не запустила. На вебинар у нас с вами 45 минут, ну максимально мы чуть-чуть можем, конечно, задержаться. По вопросам вебинара я прошу вас сразу в чат писать все вопросы, как только они у вас появляются. Потому что мы постараемся выделить в конце вебинара время, либо я сразу, видя в чате ваши вопросы, стараюсь отвечать на ваши вопросы, то есть более развернуто говорить о тех темах, которые вы говорите, задаете в чате. Но если даже на вопрос на ваш я сразу не отвечу, то мы в любом случае при рассылке далее после вебинара мы рассылаем рассылку с записью вебинара, материалами вебинара, презентации и также ответы на вопросы, которые были у нас на вебинаре. Поэтому, пожалуйста, в чат пишите сразу вопросы, как только они у вас возникли, не дожидаясь окончания вебинара. Также для каждого участника вебинара у нас предусмотрена возможность пройти встречу. Мы предоставляем вам встречу, чтобы рассмотреть именно вашу ситуацию, именно ваши бизнес-процессы и обсудить ваш, дать вам какую-то рекомендацию, либо какой-то вопрос болезненный ответить, разобрать его. То есть мы можем еще и какого-то другого специалиста привлечь, даже если у вас вопрос какой-то в смежной теме, не именно по теме вебинара, вы тоже, пожалуйста, об этом говорите в чате, задавайте вопросы. Итак, тему у нас сегодня средства интеграции 1С документа оборот. Тема очень интересная тем, что интеграция сейчас одна из самых интересных, перспективных тем, одна из самых, наверное, актуальных в любой компании, потому что кто-то что-то у себя внедрял уже, кто-то что-то выстраивает какую-то одну определенную систему или своя экосистема была информационных систем в организации. С переходом на удаленку, конечно же, появилась потребность как-то общаться, как-то коммуницировать, как-то документы оборот свой по-новому выстраивать. И, конечно же, интеграция в этом вопросе, она очень важна, как эти все системы объединить между собой, как организовать общие вот эти потоки информации, как организовать свой НСИ единое, как ускорить процесс обмена, как избежать искажений данных. Вот это все, это вопрос интеграции и сам документ оборот, он очень часто является на стыке, но находится на стыке разных систем, потому что он в себе собирает процессы, которые происходят во всей организации, которые начинаются в какой-либо другой рекоментированного учета в системе, либо там управленки, управленческого учета в системе, где-то процесс начинается или куда-то уходит, и все это проходит через документы оборот. Поэтому для системы 1С документа оборот тема интеграции, она одна из самых актуальных, и мы сегодня о ней будем говорить. Ну, начнем мы изначально с самой системы 1С документы оборот 3.0. Напишите в чате, кто использует документы оборот и какой. У кого-то может быть кто-то на 2.1, кто-то на тройке. Напишите в чате, пожалуйста, кто какую систему использует. Так, вижу 2.1, вижу тройку. Хорошо. Начнем с самой системы. Система документа оборот 3.0. Посмотрим его вживую. Возможно, кто-то не видел. Сейчас, секунду, у меня система запускается, и я смогу ее продемонстрировать. Так. Вот сейчас на экране вы должны видеть систему документа оборот 3.0. Корп редакция 3.0. Вижу, кто-то сразу 2.1 и 3 использует. Все, отлично. Вижу плюсик, значит, вы документ оборот 3.0. Видите, чем он отличается от привычной 2.1? У нас на... Ну, также мы здесь видим, в общем-то, привычные нам виджеты. Они немного к другому расположены. Сейчас мы видим стандартный рабочий стол руководителя. Здесь у нас виджеты расположены стандартно, которые нужны обычному руководителю, но они настраиваемы. То есть рабочий стол документа оборот 2, документ оборот 3.0. Это не просто стартовая страница программы, а это именно рабочий стол, где сотрудник заходит и сразу, как у себя в кабинете на рабочем столе, видит, что ему сегодня нужно сделать. Ему система сигнализирует, какие у него сейчас задачи, когда они истекают в разрезах его задачи. Вот. И информация на рабочем столе, она автоматически обновляется, и сотрудник, получается, быстро реагирует на поступающую ему информацию в систему. Также мы видим справа реестры. Это те разделы, которые нужны сотруднику для выполнения его задач. То есть для того, чтобы сэкономить время на то, чтобы переходить в другие, в меню, в подсистемы, искать какие-то функции, можно вынести необходимые функции, необходимые документы, необходимые пункты меню сюда на рабочий стол и максимально быстро уже видеть ту информацию, которая нужна сотруднику для выполнения его обязанностей. Ну, в общем-то, при разработке документа оборота 3.0 учли все пожелания пользователей, которые поступали в сторону 2.1. Программа стала удобнее, программа стала быстрее сообщать сотруднику, что ему нужно делать. Также у нас есть раздел меню основные, где работает сотрудник главный, документы, совместная работа, учет времени, НСИ, настройка. Наполнение пунктов меню у нас зависит от тех первоначальных настроек, которые мы установили. И, соответственно, при старте работы системы нужно понимать, что вы будете настраивать, какие разделы использовать, какие нет. Если мы какие-то разделы не включили, то пользователь, соответственно, и не будет видеть эти разделы в системе в дальнейшем. Так, возвращаюсь к нашей презентации. Так, презентацию видно сейчас? Напишите в чате плюс, чтобы я видела. Супер. Вижу. Так, интерфейс общей возможности мы посмотрели. Поговорим чуть подробнее вообще в принципе про интеграции. Я немного уже сказала, что для документа оборота. Документ оборот играет важную роль именно в системе, в теме интеграции для организации. То есть вообще, в принципе, основное назначение средств в любых интеграциях – это создание единого контроля, контролю управления на предприятии и учета единого на предприятии. То есть средства интеграции, они автоматизируют все процессы обмена данными, автоматизируют процессы обработки единых данных между системами. То есть мы можем начинать процесс, допустим, какой-то финансовый процесс мы можем начинать в системе учетной и регламентированного учета, дальше у нас согласование, допустим, согласование платежей уже проходит в документ оборот и дальше уходит, допустим, в какую-то систему регламентированную, например, в управлению холдингом. То есть здесь у нас, в ERP, например, очень часто интеграция происходит. Здесь у нас суть в том, что обеспечить единые данные во всех системах. Задача интеграционная – это обеспечить единые данные во всех системах и понимание, как это организовать. И особо острый вопрос стоит, допустим, когда есть много подразделений, когда есть, допустим, либо филиальная, либо там все эти франчайзи, я с таким сталкивалась, и получается, что разные подразделения работают с одними и теми же контрагентами. У них есть номенклатура, которая появляется в разных подразделениях, она может заноситься, и нужно понимать, как ее правильно и в каком месте нужно заносить, чтобы она не дублировалась, не искажалась, чтобы не задваяли, например, если мы говорим про номенклатуру, чтобы не задваяли выявились карточки номенклатуры. Это очень важно, выстроить вот эту интеграционную всю систему, и документооборот в этих процессах очень активно участвует. Также вопрос интеграции, он закрывает проблему, когда данные вносятся параллельно в несколько систем, то есть дублируется внесение данных параллельно в нескольких систем. И предусмотрено в документообороте предусмотрено использование разных средств интеграции с другими системами. Самое важное, когда мы приступаем к интеграционным вопросам, это изначально даже не столько средства интеграции, которыми мы будем пользоваться, то есть технические возможности системы, а на начальной стадии, когда мы приступаем к рассмотрению вопросов интеграции, приняются решения, как мы это все будем организовывать, самое главное, это понимание концепции, что куда, ну, как у нас процессы идут, какие данные, когда, в какой момент у нас передаются, и где они должны храниться, что у нас будет мастер системой для конкретных данных, каждого вида данных, и требования к самим данным, требования к внесению данных, и уже исходя из этого, далее нужно понимать, какая система у нас, какую роль будет играть в этих коммуникациях, в этой системе интеграционной передачи данных между системами, и только тогда уже приступаем к выбору технических путей реализации этой интеграции, и на этом этапе вот мы как раз рассматриваем, каким образом, какие инструменты интеграции у нас, в общем-то, есть в документах оборот, какие у нас предусмотрены на инструменты интеграции. Веб-сервисы используются для того, чтобы предоставить другим информационным системам доступ к определенным именно функциям, конфигурациям. Другими словами, можно сказать, что веб-сервисы, они организовывают общение между разными разнородными программами. В документ обороте содержатся следующие веб-сервисы. Это DM-сервис, веб-сервис документа обороты, это веб-сервис очереди сообщений, DMM-месседж-сервис и веб-сервис СВД. Подробнее с опубликованными веб-сервисами можно их изучить, посмотреть гиперссылочку, я специально скинула, где информация по ним предоставлена, ну и сейчас чуть-чуть подробнее тоже посмотрим их описание. Если в дальнейшем будет желание, будет необходимость, то по ссылочке, эту презентацию мы вам тоже направим, по ссылочке можете переходить, ознакомиться с информацией, она будет предоставлена. Рассматриваем поближе веб-сервисы, о которых мы сказали выше, веб-сервис документа обороты, DM-сервис. DM-сервис это документ с менеджментом, иными словами, необходим для бесшовной интеграции с другими приложениями, и он позволяет работать из интервью фейса других приложений. Для чего он необходим? Для запуска бизнес-процессов. Ну, в общем-то, то, что и осуществляется в документообороте организации, в документообороте архива документов, в источниках которым являются другие интегрируемые приложения решений. Документооборот, он часто используется именно в функциональности работы с документами, работы с архивами. Там даже если вы используете большой объем информации, работаете с большим объемом документов, именно в документообороте, то тоже нужно понимать, как будет организовано хранение файлов, где вы будете ее хранить в базе, либо на сервере сами документы будете хранить. То есть это тоже нужно понимать. Уже если вы планируете интеграцию, если вы планируете документооборот как часть большого и большой экосистемы вашей организации, то нужно понимать заранее, что настраивать в системе, как вы будете хранение документов организовывать, это тоже важный момент. Использование ДО как в библиотеке файлов. Ну, в общем-то, тоже к вопросу о хранении документов, как вы будете настраивать систему хранения документов в вашей системе. Веб-сервис публикуется на стороне документа оборота и используется библиотека интеграции с документом оборотом. Библиотека встраивается в другие прикладные решения, позволяет она использовать функционал из интерфейса этих прикладных решений. Настройка выполняется на стороне самих синхронизируемых прикладных решений. Мы планируем технический прямо вебинар, то есть у нас сегодня вебинар общий обзор интеграционных инструментов. Мы планируем прямо углубленный технический вебинар, никак его вот пока не запустим, по именно настройке интеграции. Так что наши обзоры, смотрите, он тоже будет. Потому что, ну, я предполагаю, что вопрос возникнет, когда будет именно техническое. И планируем также мы в ближайшие 2-3 месяца запустить обучение по направлению документа оборота. Там блок тоже, вероятно, будет. Я думаю, что для участников вебинаров мы какие-то анонсы запустим и информацию тоже будем доносить, какие у нас планируются вебинары. Синхронный режим. МД-сервис работает в синхронном режиме, то есть на каждый запрос от интегрируемого прикладного решения после некоторого периода ожидания приходит ответ с заброшенными данными от 11 документа оборота, приходится с результатами этой операции. Также можно посмотреть в составе дистрибутива в описании, в самом файле описания веб-сервисов, посмотреть, какие типы данные, объекты веб-сервисов приводятся при осуществлении запроса и ответа. То есть это можно посмотреть в описании веб-сервисов подробно. Публикация DM-сервис. Для публикации DM-сервис обязательно должен быть установлен веб-сервер. То есть это тут уже нужно понимать, какие изначальные инструменты вам нужны, если вы используете этот веб-сервис, то планируете ресурсы, планируете свои работы, специалистов, команда, которая будет у вас с этим работать. На нем следует опубликовать описание этого веб-сервиса, только благодаря этому интегрируемому прикладным решения могут узнать вообще о существовании DM-сервис. В качестве веб-сервера используется Apache, HTTP-сервер или Microsoft Internet Informational Service или Microsoft IIS. Для публикации веб-сервиса необходимо, приводится алгоритм работы, то есть мы открываем документ оборотов в режиме конфигуратора под пользователем с полными правами, выполняем команду администрирования и публикуем на веб-сервисе. В окне публикации веб-сервиса мы указываем имя публикации, впоследствии она станет частью URL, которую нужно будет прописать в настройках на стороне для интегрированного решения, с которым мы интегрируемся. Указываем тип веб-сервиса и устанавливаем флешки публиковать веб-сервисы и DM-сервис. И далее уже нажимаем опубликовать. Тоже ряд вебинаров технических, которые у нас интеграционные, планируем проводить. Мы этот вопрос тоже более углублены. Именно уже с примерами. Возможно, будем даже мастер-класс проводить. Публикации веб-клиенты и других сервисов для интеграции, она не обязательна. Если публикация выполняется на версии платформы, еще не зарегистрированной на веб-сервере, будет предложено выполнить перезапуск веб-сервиса. После принятия изменений, DM-сервис уже будет опубликован. Рассмотрим подробнее веб-сервис очереди сообщений. Что это такое? Веб-сервис очереди сообщений это DM-месседж-сервис. Он изображено, приведено изображение на картинке. И мы слова не тоже сейчас опишем, как это происходит. Используется он для асинхронной интеграции одиннадцатого документа оборота с другими приложениями и вкладными решениями. И он работает по принципу отправил и забыл. То есть организуется так называемый, сервис организует так называемую шину интеграции. Поэтому данный веб-сервис удобно использовать для интеграции документа оборота с другими приложениями на платформе ESB. Приложения и прикладные решения асинхронно обмениваются запросами и ответами. Набор запросов и ответов аналогичен используем веб-сервису DM-сервис, который мы выше с вами рассматриваем. Так, следующее это у нас мы будем рассматривать бесшовную интеграцию, что это такое вообще, как это используется и посмотрим обмен данными. Тоже поговорим об обмене данными, для чего и как это используется. Что такое бесшовная интеграция? Бесшовная интеграция, я не знаю, сталкивался с бесшовной интеграцией, делали ее у себя, я думаю, что большинство слышали, видели и использовали в работе. То есть суть вообще бесшовной интеграции в чем? Что пользователь не ощущает, в какой момент он переходит из одной системы в другую, то есть в какой момент сама работа его происходит в другой системе. То есть он видит и работает в интерфейсе одной системы, при этом процесс уходит. То есть допустим, ERP-пользователь работает, он совершенно не видит, не чувствует, что в данный момент сам процесс уже осуществляется в документообороте. либо документы, которые он использует, на самом деле они находятся в документообороте. То есть он просто переходит по гиперссылкам, по командам и видит содержимое другой системы. В этом суть бесшовной интеграции. Это очень удобно для пользователя. Это обеспечивает такую простоту, обеспечивает избавляет пользователя от перехода из одной системы в другую, либо какого-то дискомфорта в работе, ускоряет работу. Тоже тут на слайде приведены примеры с управлением торговлей, когда сотрудник может, пользователь может работать в двух системах и совершенно этого не чувствует. То есть само согласование документа, допустим, проходит в документообороте сам процесс, а карточка заказа она находится в управлении торговлей. Вот эти примеры, они самые такие используемые, самые частые и действительно они в практике применимы. Бесшовная интеграция встроена в следующие типовые решения, настроена в бухгалтерию предприятий редакции 3.0, зарплаты управления персоналом 3.0, ERP предприятием, конечно, двойка, ERP управления холдингом, тройка управления торговлей, 8, редакция 11, бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0, управление холдингом, все редакции уже идут, комплексная автоматизация, это вторая редакция, и система проектирования прикладных решений. Вся актуальная информация всегда анонсируется на ИТС, то есть все доступные функции, в том числе и бесшовная интеграция, она также анонсируется на ИТС, всегда можно посмотреть. Бесшовная интеграция, она выполняется с помощью веб-сервиса DM-сервис, мы об этом уже выше говорили, на стороне документа оборота, ибо библиотеки интеграции документа оборота уже на стороне интегрируемой системы, библиотека интеграции может быть встроена и в другие конфигурации на платформе 1С-предприятия и предоставляет доступ к данным возможностям 1С-документа оборота, тоже с помощью того же DM-сервис. Веб-сервис он выступает посредником между данными документа оборота и другими программами. Здесь у нас на слайде перечислены задачи, которые выполняет бесшовная интеграция. Это создание документов в документ оборота на основании данных интегрированного прикладного решения. Это создание документов и элементов различных справочников, интегрированного прикладного решения на основании данных документа оборота. Это установление связей между используемыми документами. Это обновление реквизитов связанных объектов. Вот недавно прям сталкивались с вопросом как раз таки реквизитов большого количества в торговой компании. Запускать бизнес-процессы документам и справочникам интегрированного прикладного решения. Использовать документы оборот как файловое хранилище. Создавать письма по данным интегрированного прикладного решения. Вести учет трудозатрат. Заполнять таблицы товаров и услуг статей ДДС. Обеспечивать оперативное появление документов в интегрированном прикладном решении после их регистрации в документ обороте. И получать оперативный доступ к договорам, связанным документам и файлам при работе в интегрированном приложении. Это те задачи, которые позволяют решать дешевную интеграцию. Ну и примеры дешевной интеграции мы уже приводили. Когда она может использоваться, когда она может быть полезна. То есть когда сотрудник допустим заводит поступление товаров в ERP или услуг, бухгалтер создает уже карточку входящего документа в документ оборот и в ERP сотрудник тот, который работает в ERP он его и видит только в ERP. То есть карточка уже существует в документ обороте. Теперь поговорим о механизме обмена данных. Обмен данными представляет собой обмен между общими документами и нормативно-справочной информацией. Например это может быть сведения о контрагентах или контактных лицах организации физических лицах о пользователях номенклатуре. Пользователь работает в интерфейсе одной программы с данными автоматически скопированными из другой системы. Например когда у нас номенклатура ведется в одной системе и система является мастер системы и ее номенклатура используется в другой системе. Тут уже нужно понимание глубокая аналитика где у вас ведутся изначально эти данные где что является мастер системы по данным данным то есть где ее можно редактировать где она какая система отвечает за ведение данных справочников данной информации какая система является пользователем то есть принимает эти данные использует ее в своих задачах но нет возможности редактировать нет возможности как-то обрабатывать изменять эти данные обмен такой данными он предназначен для прикладных сценариев работы когда нам не требуется мгновенного отпика данные передаются не сразу принимающую программу а во время периодических сеансов синхронизации синхронизацию настраивать целесообразно так как требует конкретный данный процесс то есть частота синхронизации она обусловлена запросом пользователей запросом бизнес процессов которые обеспечивают работу которых обеспечивают те данные которыми обмениваются системы и это решение обычно принимается на этапе внедрения на этапе настройки синхронизации с какой периодичностью она будет проходить универсальный обмен данными используя правила обмена данными используется обработка универсального обмена данными xml можно выполнять например обмену общей нормативно-справочной информации можно обмен сведениями о контрагентах контактных лицах вы ведете информацию о номенклатуре и только там и только там головная организация и только там заносится вся информация о номенклатуре подсистемы недавно сталкивалась с такой ситуацией сложную интеграционную мы настраивали и там использовали обмен данными где у нас нет в некоторых задачах для решения некоторых задач мы использовали универсальный обмен данных данными где мы номенклатуру передавали из мастер-системы головной из центра центрального подразделения компании филиалы вот как пример также может обмен запускаться вручную или по инициативе администратора для обмена данными могут использоваться различные каналы связи папка на диск может может электронная почта или ftp и обмен данными может выполняться через подключение ко второй информационной базе с помощью ком соединений или также может через веб-сервис обмен данными может быть реализован как с самими такими же конфигурациями 1с предприятия также и он достаточно универсальный и его можно организовать реализовать и с другими приложениями не только с 1с предприятия в этом также вот его универсальность обработка универсальный обмен данными на стороне документ оборота есть обработка существует обработка универсальный обмен данными формате xml открывается она из ветки обработка окна все функции ну то есть для того чтобы ее открыть нужно режим технического специалиста открыть и уже заполняем необходимые данные при их заполнении можем осуществить обмен данными делается она под администратором обычно этим занимается администратор и в числе других обработок которые он использует он также может использовать и обработку универсальный обмен данными она достаточно такая используемая часто используемая администраторами каждый администратор обычно знает где она находится тут подробнее описано что заполняется информация в обработке то есть предварительно нужно подготовиться знать что и куда мы будем выгружать настроить порядок выгрузки и настроить путь к базе документа обороты параметры подключения и уже указать те виды данных которые мы выгружаем и которые выгрузка которых у нас не требуется ну и загрузка данных она происходит одновременно с моментом выгрузки и при обмене через файл необходимо открыть обработку универсальный обмен данными на стороне документа оборота и на закладке загрузка данных выбрать созданный на предыдущем шаге файл загрузить данные вот в общем то вся процедура выгрузки и загрузки данных она достаточно несложная часто используемая такая универсальная простая работа по технологии облачной системы фреш также есть возможность фрагов программе работать в модели сервиса технологии облачной системы фреш с помощью этой технологии любая компания может развернуть облако для своих подразделений технология фреш она буквально в последние десятилетия наверное получила большой толчок в развитии в том числе и переход на удаленный режим работы многих предприятий к этому подтолкнул ну и универсальность использования самой системы в облаке фреш и удобство простота использования она конечно это направление развития систем она стимулирует поэтому одна и это одно из самых перспективных интересных управлений развитие это облачная система фреш информация подробная если нужно будет по фреш у нас также есть прям выделенные специалисты кто этим направлением занимается можете тоже обращаться по этому вопросу к нам мы с удовольствием поможем на каждом слайде вот на данном текущем тоже слайде размещены наши контакты если у вас остались какие то вопросы появились какие то вопросы вы можете отправлять на почту можете звонить ну и также вам придет рассылка с материалами вебинара будет видеозапись будет презентация и также мы направляем анонсы грядущих наших вебинаров приглашаем на грядущие вебинары сегодня хочу поблагодарить вас за внимание за вот я смотрю у нас практически в полном составе мы до конца вебинара за уделенное вам время спасибо вам большое хорошего дня 77 78 78 Субтитры создавал DimaTorzok